Экстрим, иначе не назовёшь, режиссёрские лаборатории Олега Лаевского. За каких-то 5-6 дней работы актёры под руководством приезжих режиссёров создают эскизы спектаклей, после чего проходит открытый финальный показ для зрителей и экспертов и голосования. Набравшие больше всего голосов эскизы превращаются в полноформатные спектакли. Такие эксперименты в Ульяновском драмтеатре проводились несколько раз. Первая режиссёрская лаборатория Олега Лаевского на ульяновской сцене состоялась в 2017 году. Лаборатория, как всегда, имеет в себе очень много целей, внутренних, театральных, очень важных. Это всегда тренинг для артистов, потому что это совершенно другая энергия используется, не та, которая на сцене. На сцене, когда ты два месяца репетировал, ты всё-таки внутренне распределился, устоялся, у тебя меньше волнений, а здесь стресс. Ты ничего не понимаешь, ты существуешь в этой творческой энергии. Лабораторию 2021 года посвятили памяти выдающегося режиссёра, народного артиста России, лауреата Государственной премии Российской Федерации Юрию Копылову. Молодые режиссёры взяли для работы пьесы, по которым когда-то великий мастер поставил легендарные спектакли. Это «Обрыв» Гончарова, «Лев зимой» Голдмана и «Шлюк Яу» Гаупмана. Не хочется формально относиться к сохранению каждой буквы и строчки, а хочется услышать и увидеть жизнь, которая за этими буквами находится. Она скрыта там, и вот текст как-то нужно вскрыть. В 21 веке Гаупман писал про князей, герцогов и так далее, и так далее. Он что-то про это знал. Есть википедия, и мы можем про это узнать, но это будет не живо. Мы постарались как-то оживить всех персонажей и превратить их в людей. Новое прочтение классики мировой литературы представили Александра Джунтини, выпускница Санкт-Петербургской театральной академии. В последние годы активно ставят спектакли в региональных театрах. Вера Попова в 2018 году была номинирована на «Золотую маску» как лучший режиссёр за постановку спектакля «Чёрный монах» по рассказу Чехова. И Кирилл Сбитнев, выпускник Санкт-Петербургской театральной академии, режиссёр-педагог в ГИКО. Они попытались проложить мостик от наследия мастера в современность. Принято решение сохранить все эскизы и в дальнейшем сделать по ним полноценные постановки. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ